всем привет с вами диджи тактикс я музыкант продюсер культурный деятель занимаюсь музыкой занимаюсь мопсами занимаюсь культурой и развитием индустрии вот что меня интересует жизни как хобби начал заниматься музыкой потом просто погрузился в такую очень насыщенную профессиональную атмосферу от международного мероприятия которое меня как бы и пустила в путь вот этот что я понял буду заниматься всем вокруг музыки музыкой естественно процессе ты понимаешь что как бы индустрии чуть молодая это какой-то одной профессии не можешь полностью себя довольно чувствовать довольным и нужно осваивать какие-то другие направления ну поскольку я чуть давно занялся этим то еще не было тогда многих профессий в целом как будто бы посчиталось что не нужно здесь а сейчас я забыл просто чем говорил одна одно из вечеринок первых кота где принимал участие в организации были вырежьте это раньше были вот эти все профессии пусть они там сильно как бы не используют такого что ты one man army как бы да там человек оркестр такого не было есть столько не человек оркестр человек оркестр уже были да не было такого что ты один как бы и менеджерить себя должны это еще и и третье десятое это как бы все-таки отдельные были люди и там но информации не так много в общем там все намного сложнее было сейчас уже очевидно что каждый человек он точно должен заниматься своим профессиональным деятельностью там в одном направлении если он хочет мега прокачаться в этом но ему уже как вот как профессор директор ты как бы должен знать просто много всего много всего анализировать как бы и и знать и и здесь так же ты просто как бы должен все знаете не надо простая ли там работать не надо какие просто он приходит говорить им как там делать что то то что просто на шаг вперед можешь быть прав но там человек видит на три шага вперед, и там все переиграется уже. Ну и как бы вот такие вещи. Мама говорила, что я пел в коляске. Это единственное, что меня с детства к музыке привязывает, потому что я не знаю, почему музыка. Ну, наверное, потому что я все же... Я начал пробовать музыку и танцы примерно в одно и то же время. Нижний брейк-данс был, поэтому такой всегда ломаный ритм и всегда какой-то хип-хоп или брейкс. Ну, соответственно, поскольку я занимался танцами и в целом мне как-то нравился там скейтбординг и вот, ну, как бы вокруг хип-хопа и все, что субкультуры, там же прилипали, естественно, и видео. Скейт, сноуборд видео, а как известно, вот даже если просто взять аудиторию, вот говорят, люди, слушающие хип-хоп. Естественно, там какой-то процент от них это кто там экстримом занимается. И вот там есть другие хардкорные просто фэны, например, да, того же хип-хопа. Так вот, хардкорные фэны, они будут менее образованные, чем сноубордисты и скейтбордисты, потому что сноубордисты и скейтбордисты смотрят видео, где подборка сделана крутыми продюсерами музыкальными. И там как бы точно такое сливки, музлищ какого-то, да. И, как правило, ни один из этих треков я не знал. И вообще, когда начинаешь гуглить, понимаешь, что такое там, ну, точнее, тогда особо не погуглишь на модемчиках. Но ты как бы чувствуешь вот эту какую-то изюминку, стиль, еще что-то. Как будто не к музыке относится, просто к творчеству, к чему-то, что можно создать. И как-то многогранности, вот все остальное, то, что все, чем я занимался, все шло через какую-то призму музыки, как-то автоматно меня привело к музыке в целом. Может быть, от безвыходности я занялся музыкой? На самом деле, от безвыходности точно, потому что меня просто волей случая погрузило туда, что я не контролировал. И в целом выбора, чем я сейчас хочу пойти в химию и нефть, или потому что у меня альтернатива у меня такая была. У меня там отец ученый, он в химической сфере, и ну, то есть, если бы не вот все вот эти погружения, то, скорее всего, я бы сейчас торговал нефтью, наверное, или разрабатывал какие-нибудь присадки или или что-то в лаборатории делал. Непонятно. Вот, наверное, главный главный урок из музыкального творчества своего я извлек. И когда появился мой бутбит, наша команда диджейская, мы тогда начали делать вечеринки, и мы играли лютый андеграунд. Нам дали вторник, это день лучше понедельника, и воскресенье, хотя воскресенье лучше. Ну, в общем, есть один день хуже вторника, мы начали свои андеграунд вечеринки, в целом полностью довольны были, потому что вот нам дали, нам дают бабки, вечеринки какие-то нам уже, ну, то есть, что-то мы выступаем. До этого мы уже выступали по всяким сноубордительским, скейт-мероприятиям и так далее, достаточно. Здесь мы решили такую как бы в клубную историю прийти. и первый год как бы полной боли и тяжести, потому что не было людей, ну, то есть, мы вроде сами довольны, но ты когда уже год играешь каждый вторник, уже музло не выходит так часто новое, чтобы как бы постоянно радоваться. и на второй год пришла награда, ну, то есть, мы уже руки хотели опускать, но, в общем, смысл в этом всем, что на второй год у нас было уже людей столько, как в пятницу, субботу или воскресенье, в пятницу, субботу или четверг санчется, потому что это в пропаганде было. Интересно, обидится человек, если называть, когда ты делаешь вечеринки уже 50 лет, а тебе говорят, что уже 50 лет делаешь вечеринки, ты обижаешься или радуешься? Вопрос аудитории. Ответ в комментариях. Но самое, самое, наверное, важное, что произошло, это то, что я начал заниматься максимально странной штукой, потому что я начал заниматься скретчем. И из-за того, что я начал заниматься скретчем, в целом, вот, меня именно это привело везде, где привело, потому что, что на мероприятие на это я поехал, потому что же опять из-за скретча, потому что люди позвонили из Японии в представительстве, миллиард раз историю из японии позвонив российское представительство они спрашивали кто победил в нашем чемпионате россии естественно россии не делал и мне позвонили просто поскольку я там не знаю сколько мне там 14 лет мне было просто я уже скрэчем занимался вроде бы кого должен был знать они просто позвонили узнать ну кого отправить а я естественно с горящими глазами мы 40 минут говорили я их чуть-чуть так гнобил за то что ну как же так надо же выбрать нельзя вот кто там последние три на не были давно лава ну ладно проводи тогда соревнования такой умный вот тебе два дня и как бы вот это я начал вас странной штукой и это же так называть ну то есть на самом деле даже тактикс пришло вот немного оттуда же да это как какой какой-то выбор сейчас сделаешь к чему он как бы дальше приведет как бы какая у тебя стратегия тактика на его но вот например с тактика звука нашим шоу мы параллельно делали еще был проект с детскими музыкальными школами это все нас или про тоже как это получилось мы и так пробовали так и так и так пробовали но вот момент я понимаю что в тот момент там только запускались соцсети и вот департамент запустил соцсети как я просто написал просто наименьшего сопротивления там люди иметь чего было делать им никто не писал ничего они удвели эту штуку и рядом наконец-то кто-то написал и по делу как бы естественно сразу пришло обошло ну то есть там люди в очереди стоят ассистенты замы еще что-то пытается что-то принести а здесь просто как бы у тебя эскалатор идет и это вот про про как бы даже не знаю про про выбор решений про логику и не знаю что то что такое когда ты ну посмотри чуть необычней вот на свою задачу и сделай домашнее задание в плане что попробую проанализировать что ну то есть что не используется что где там свободное место я не знаю но вот в общем аналитика конечно важно ну вообще все шло довольно по канонам вот этого пути что из фунай был биц когда мы просто делали то что мы любим вот не надо думать сколько там тебе придет денег не надо думать что там какой будет результат или еще что то как бы делать то что делаешь со временем ты поймешь что где-то находишься вот в этой гонке профессионалов вот тебе в начале это как ты когда учишься тем начале там не получается потом тебя начинает получаться но все остальные тебе супер нравится на остальные не могут слышать потому что мы как бы вы на разных как бы за зарядах находитесь понимание потом ты уже начинаешь слышать свои ошибки и знаешь как их справлять как бы вот такой мололка жизнь мололка просто выбирай что ты хочешь делать как бы и старайся быть оригинальным и как бы не обманывать себя здесь дело в том что если не как бы не зацикливаться на этом а просто анализировать то информации будет достаточно чтобы понять как бы есть там будут там деньги или нет но типа делать сейчас сейчас там хочу сделать этот трек потому что я не знаю хочу вот чтобы мне вот я его сейчас сделаю имела прямо первый человек который послушал мне захотел сразу пончик принести я не знаю ну то есть какое-то конкретное желание но вот на пончики конечно уже точно не вспомню чем говорил полезный интервент мопсы древняя императорская порода четыре тысячи лет советую всем задуматься потому что продюсеры музыканты и люди домашние здесь можно перенять такую легкую как бы ветерок четырехтысячных летних пород один из так как кумиров моих до того как вообще начнут заниматься я потом со всеми познакомился естественно это как бы тоже очень сильно повлияло но до этого это к дидже дистайлз и у него три мопса было и сейчас тоже три мопса вообще есть ну то есть ты вот доходишь до определенного количества мопс вы меньше у тебя потом мопс никогда нет жизни и и вот у него были мопсы как ну то есть уже у меня вот мне вот что-то там нравится да и мне вот боковым зрением эти всегда мопсы как бы были уже и вот как будто бы это зародилось там а потом я ездил в барселону играть там целый месяц мы тусовали кингов барселона было скейтерское мероприятие очень классно у меня такой был мини вот есть там тур по стране а у меня тур по городу был потому что я выступал там я не знаю 8 разных мест нет на самом деле очень бредово потому что там какое-то место там не в одном месте сняли раньше вообще играл в меня сняли раньше потому что я пришел играть там андеграунд и жесткий какой-то хип-хоп на свинила это все еще а позвали но поскольку меня уже распихали во все места которые только можно там и баркет и хип-хоп клубы или аранбишка какая-то еще а это был такой я не знаю с чем сравнить но наверное какой-то джипси только не суха рум все не знаю суха румс наверно вот что вот что такое я дам игру просто ну то есть мутенка это был самый наверно просто попса которая которая там играла меня конечно пораньше попросили пути оттуда но ничего тоже как бы отличное понимание как это называется для осознания какой-то артист в плане даже диджей как известно есть два типа первый это люди которые играют для аудитории это целом так должны как бы диджеи работать с читать территории подстраиваться чувствовать либо артистический подход где ты просто тебе не важно что то есть как сейчас там люди почувствуются не то что ты не уважаешь их из-за того что тебе нужно приложить немного вот таких вот сложных как будто бы психологических усилий чтобы человек услышал все же что ты ему хочешь как бы донести потому что какие-то треки ты можешь слушать трек но минуту ты слушаешь и ничего тебя не цепляет а потом вот тебе просто нужно было послушать эту минуту чтобы там крючок сработал и ты прочувствовал кого-то а у меня никогда нет ощущения что я смогу зато и танцевать ну на самом деле я по правде не танцевальный диджей ну то есть мне естественно все это нравится сам пришел из танцев и вот это все но я больше про какой-то наверное месседж эмоции еще что-то мне нравится как бы разные штуки смешивать нравится когда когда сверх необычные штуки были это никогда это все подходит идет вот под никак не под статью а под в ту же папочку что и но все это все эксперименты это все не простая штука это все не для чего это не то что люди хотят услышать там на свадьбе или на в клубе на вечеринке в баре вообще все равно поэтому это заранее эксперимент я уже заранее как бы готов что у меня точно эксперимент это точно будет тяжело людям которые не хотят эксперимент а когда пришли там просто повеселиться и вообще не хотят услышать что-то что что у них язык продолжит петь поэтому я заранее уже настроен и это мне дает дополнительные силы и отсутствие страха придумывать еще более непонятные вещи а дальше из-за этого уже можно смутать сможешь эту программу проиграть посмотреть как как аудитория реагирует и чуть-чуть что-то в этом меня там не образ всегда в роллинге да я долго время там играл потом там было директором единственное место работы официальное и официально не у себя если и в чем там у меня фишка была то что там там был верхний этаж который там супер супер попса супер коммерс должен был быть всегда и я там специально не играл потому что ну выжигает как бы от такого количества попсы а внизу я мог играть фанк-сол который в целом тяжело людям но как только я ставил какой-то оригинальный трек но точно все концепция было что там играет какой ничего не она играет 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 стильно-стильно-стильно-стильно-стильно up tata трата-этак эта начинает лежать весь зал а бы об оригинал потому что достаток оригинала эти огромные куски которые все помнят они откуда тоже взялись и вот как бы я их нашел подмешал туда и оказался довольны люди довольны С аудиторией было как раз сноубордисты и скейтеры, и вообще экстрим, беймиксеры, ролики. И они все врубались в музло, знали это музло. А вот как раз там рэперы, которые... У меня в то же время уже было всякие битвы за респект на какие-то разные ТВ-шоу. И это другая аудитория, рэп-аудитория абсолютно другая. И там приходили ребята, ну то есть они полностью на рэпе, но они просто буквально спрашивали, типа, что это за музыка играет. Ну то есть играет хим-хоп, там, я не знаю, и мы в Doom. И мы в Doom какой-нибудь играет, ну, конечно, что это за музыка. Хардкор. На самом деле этот странный скретч столько всего странного сделал. Например, в той же пропаганде вот наш логотип, спичечный коробок, вот сжигает спичечка, есть такие точечки от стробоскопа, есть спичечки. И его придумал, это супер смешно, я играю в пропаганде. У нас такой сетап, комплект вертушка, еще одна вертушка, на которой я поверх кричал. И подходит такой взрослый уже мужичок, такой слысиный, чуть седой. Был ли он седой тогда? Без седины, к примеру. И такой, а у меня пластинка стоит, ее видно из танцпола. Говорит, да я нарисовал. С пивком подходит чувак, иностранец ко мне в Москве. Я показываю на скретчевую пластинку, которая, ну, то есть, ладно, ты обложку Мадонни как бы сделал, которая везде продает скретчевую пластинку, я всего там напечатали сто штук. А тут тебе в Москве подходит человек, говорит, что он нарисовал. И, ну, я такой вот, респектнул, типа, круто, что знаешь, вообще не поверил, естественно. Попросил его как-то доказать, он не смог никак доказать. Уходит, через два часа приходит опять, уже такой более подвыпивший. Говорит, слушай, мне покоя не дает, это я нарисовал. Он начинает мне это, говорит, вот смотри. А там нарисована такая классная обложка была, там танк в виде, у него пушка в виде Танарма была. И Нойзи Стайл, это немецкая пластинка, группа, команда. Диджейская даже. И там такие лепестки сверху, ну, это лепестки. Ты смотришь, ну, как бы есть там сложные графитки, еще что-то, ты там не можешь представить. Здесь лепестки, ничего там не написано. Говорит, там написано Нойзи Стайл. Я говорю, нет, что ты меня, типа, уже лечишь, уже подбешиваю, типа, начинаешь, чувак, давай иди гуляй. Короче, я тебя респектую, что знаешь, но не верю. Все, он уходит, конец вечеринки, уже охранники ставят стулья на столы, да, там, свет включили. Он подходит, говорит, я нашел, уже еле стоит просто, я нашел карточку. Дает мне карточку свою визитную, там, iLeaks. Я только смотрю на пластинку, я говорю, iLeaks. Я такой, чувак, ну я все, поверил. И мы с ним. Так, а он оказался снова немец, он приехал в Россию в студии Лебедева работы, он работал в студии Лебедева как раз в тот момент. И после этого мы с ним мега сдружились, он сделал нам очень много дизайнов, в том числе и логотип. Помимо того, чтобы творчеством заниматься, старайтесь заниматься, как это, просвещением окружающей среды. Чтобы, если у вас даже там нету мест, куда пойти работать, например, в каком-то городке небольшом или еще что-то, то надо понять, что вот эти все вещи, это не какие-то там МКС. Запустили как бы одну, да, и все, это как бы везде, это в каждом городе, это главное, нужно человеку, любому. Как бы от мега-гениев до безмозглых полностью. Это просто всем нужно, всем нужно отдыхать, всем нужно как-то веселиться, всем нужно делать бизнес, всем нужно продавать алкоголь, всем нужно кому-то продавать салфеточки. И вот все вот как бы, это все как бы вместе так замешано, что возможно, что если у вас там нету сейчас подходящей работы, нужно просто чуть-чуть вдохновить, хотя мне вот все говорят, что не очень слово вдохновить почему-то. Но, тем не менее, да, да, как бы чуть-чуть помочь самому себе проложить дорожку и автоматом помочь окружающим. Главное, не надо думать, что вы им помогаете, потому что это как бы помешает. Обязательно нужно помогать, но не нужно ожидать фидбэка от этого, потому что фидбэк от этого будет не личностное, как бы вот что-то от человека, а когда ты соберешь этих людей и когда выстроится вот эта конструкция чего-то, вот тогда ты уже как бы можешь радоваться и просто быть довольным. Самый-самый подбор это был скейт, сноуборд видео, как бы на экстремальном виде, там всегда размест, всегда крутейшее музло, как бы всегда очень круто. И это тебе, ну ты постоянно, ты смотришь три таких видео, у тебя потом планка очень высокая, ты потом не можешь, вот там тоже тебе рэпчик по УСТВ крутить, тебе это вообще что, это какая-то попса типа полная. Поэтому раньше и сейчас это просто абсолютно разные миры. Там в начале это были, ну опять же, да, кассеты, видосы, что-то там, что-то, потом это было, ну винил, естественно, потом пришел, ну в смысле ко мне пришел потом. Потом всякие соулсики, торренты, вот это все пошло. Ну а сейчас, я не знаю, где как бы, где искать музыку. Типа раньше легче было как будто бы искать. Меньше говна было как будто бы, точнее так не говорят. А на самом деле правда в том, что, ну как бы, искать приходится, что раньше приходилось искать, что сейчас. И абсолютно одинаково, вообще никакой разницы. Просто раньше ты идешь как бы по пустыне, и у тебя оазис ты какой-то встречаешь, а сейчас ты идешь просто по плотным джунглям. И тебе как бы нужно вот эту красивую желтую лягушинку найти. Ты как бы, если не сделаешь ошибку, ты круче не станешь. Вот в чем дело. И увидев ошибку у других, ты ее тоже перенять не сможешь. И вот культура развивалась там какого-то жанра 20-30 лет, а ты все посмотрел, поговорил с профессионалами, заплатил очень много денег, и тебя там научили и все вот это, ты все равно не сделаешь как бы то, что там делается. Потому что есть все-таки, ну как будто физический продукт, пусть он будет физический продукт, даже если там волны это будут, да. Но изюминку ты все равно как бы не сможешь заложить насильно. И вот то же самое даже работать с артистами какими-то, это я всегда говорю, что вот если сразу нету реакции какой-то, гениальности не жди. Может быть хит, может быть просто разрыв там, фарш, все, все вообще самый класс, но не будет изюминки этой какой-то непонятной, неизвестной. Это квантовые компьютеры скоро нам подскажут все. Не прислушивайтесь к плохим советам. Огонь!